Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёст Ван, и мы продолжаем играть в Beholder. Так, ребята, где мы остановились? Я что-то так давно не играл, что уже мало что помню. Знаете, что я единственное, что помню? Мне кто-то из моих подписчиков писал, вот эти вот билеты нам дал. Блин, кто? У меня там сынок куда-то уехал, да? В школу учиться. Чёрт, надо было с ним поговорить до того, как он умчал. В общем, говорили, что вот он мне дал круизные билеты, и эти билеты можно своему сынишке дать. Так, что у нас тут ещё? Найти деньги на поездку Патрика за границу. 20 тысяч. А, вот, как раз задание. 28 часов у меня тикает, я ему могу просто дать билеты. Потому что если мы его не отправим в поездку, мне кажется, он там, ну, короче, плохо закончит. Так, сказки на ночь. Что это? Анна просит принести ей радио. Так, Анна, разве мы тебе радио не принесли? Так, давайте вообще посмотрю, что у меня есть. Кажется, радио нету, у меня только билеты в круиз есть. Так, мужик, почём нынче радио для народа? 2 тысячи. Блин, ну дорогое радио. Неужели больше никак нельзя добыть это радио? Ва-банк. Не знает, что делать с выигрышем в лотерее и просит совета. Ну, я же ему вроде уже сказал про рога и копыта. Здесь, знаете, по заданиям не всегда... Не всегда понятно, что нужно делать. Так, вот мы можем заселить. Мы ещё можем вообще пару жильцов заселить. Давайте не будем откладывать. Я Карл, управляющий этим домом. Андрей Ротхар, жду призыва на фронт. Вы доброволец? Так, точно. Так, отлично. Доброволец, с тобой поговорили. Сынок, ты вернулся со школы, да? Ты, наверное, устал? Да, отец. Я тебя развею, маленький парень. Давай поговорим с тобой про деньги на поездку. Ну что, пап, собрал денег? Денег не нашёл? В общем, денег я тебе не дам. Чёрт возьми. Почему? Ты меня ненавидишь и хочешь, чтобы я сломался в этих чёртовых шахтах? Погоди орать. Денег я тебе не дам, но дам билеты. Это круиз, дата открытая. Если решишь сойти на берег в другой стране, то воля твоя. А то, может быть, отдохнёшь за границей месяц-другой. Спустишь пар, да и одумаешься. Вернёшься тогда обратно. Спасибо, отец. Я благодарен тебе. Погроб жизни. Ура! Так, отлично. Хотя бы сыну, может, что-то хорошее сделали. Я не знаю. Мне кажется, если бы мы его не отправили в круиз, он там... Я помню, кто-то говорил, что он ограбит банк. А когда он ограбит банк, там что-то его пасает, и жена покончит с собой. В общем, мне такая развязка в обществе не нужна. Запрещено хранение иностранной соли. Да, зачем нам иностранная соль? У нас и своей хватает. Так, у нас заселился новый желез. Просьба Дантона. Мне нужно заселить... Ну, разве мы не заселили Антона? Давайте еще одну квартиру отремонтируем. Сниму квартиру. Равене. Антон, вот, тебя надо заселить. Ищу жилье рядом с печатным цехом. Проблем не будет. Давай, заселяйся. Может быть, сразу... А, здесь у нас кто-то живет. Просто у нас нету света. В общем, мы заселили все комнаты. Слушайте, раньше начиналось все так просто. Было там всего лишь парочка комнат. А сейчас у нас просто все забито. И у нас звонит телефон. Так, принять входящий. Спасибо вам, Карл. Я перечислю деньги на ваш счет. Прошу вас всячески помогать товарищу Грубицу. Он делает важное дело. Помогать и следить. Вы понимаете, о чем я? Да, я прекрасно вас понял. Я не понимаю, о чем идет речь. Ну, не будем выглядеть тюфяком. Я, конечно, все понимаю. Ну, надо помогать и следить. Что тут непонятного? Я вас не сомневался. Я позвоню через несколько дней. Узнаю, как ваши дела. Блин, а как наши дела? Ну, вроде неплохо. Пока что деньги капают. Проследить за Антоном у нас задание. Я думаю, для начала это означает... О, вон, смотрите. Давайте с новым жильцом поговорим для начала. Привет. Как она странно выглядит. Привет. Она сказала нам. Я Карл, управляющий этим домом. Добрый день, товарищ Карл Штейн. Маргарет Зауэр. Библиотекарь. Мы с вами уже встречались. Лет 10 назад я работала в библиотеке при учебном корпусе номер 42. У нее отличная память. Вы наверняка меня не запомнили, а у меня отличная память на лица. Да у тебя, наверное, вообще и на книге. Очень приятно познакомиться. Я действительно учился в 42-м корпусе. Надеюсь, вам понравится в нашем доме. Если тут тихо и чисто, мне понравится. А главное, никаких детей. Блин, тут только мои дети. А больше, собственно говоря, никаких. Так, у нас тут что-то почта. Почта созрела. Я как собачка бегаю туда-сюда. Тут почта, там поболтать. Тут еще что-то. И постоянно все забываю, потому что все наваливается скопом. Неизвестные в белых халатах обманом проникли в ректорат университета. И, угрожая расправой, заставили ректора написать на доске порочащие его честь и достоинство слова. Профессор Пепел подал в отставку и госпитализирован. Так, я на месте. Идея с билетами оказалась отличной. Тут просто рай. Ел ананас. Переезжайте, я вам помогу. Ваш неудавшийся шахтер. Похоже, наш шахтер не вернется. Отец, тут нет очередей. Тут нет очередей. Так, коротко. Давайте посмотрим. Выдающийся индюк, профессор Пепел, известный своими денежными поборами и подлыми делами, наконец-то сделал что-то полезное. А именно признался в том, что он мешает образованию. Слушайте, по-моему, я это все уже читал. По-моему, газета повторяется. Смотрите, тут какой-то телефон. 274-536. 274-536. Могу я позвонить по этому номеру, интересно? 274-536. Да. Вы подтверждаете, что прошли игру? Я у кого-то видел. Можно подтвердить, и игра закончится. Это типа как, знаете, как такая секретная концовка. Хлопа, игра закончилась. Но нет. Я не хочу, чтобы игра... Блин. Что такое? Это моя жена? Анна? Анна, что с тобой? Блин. С моей женой что-то не то. Блин, да что такое? Все же хорошо было. Что случилось с моей женой? Она расстроилась, что я и радио не купил. Блин, я не знаю, как такое вообще произошло? Ее отравили или что? У нее какая-то пена изо рта. Слушайте, у меня же не было никакой отравы. Я не знаю, давайте. Они могут найти какую-нибудь отраву в доме или что? Что? Анна умерла. Блин, у меня все уже... Только сын за границей ест ананасы. И не стоит в очередях. А жена и дочка... Блин, ребята, как-то все... Все совсем не славно. Что такое? Почему моя жена умерла? Что с ней случилось? Может, ее кто-то отравил? Может, я кому-то насолил? Блин, мне это не нравится. Все, у меня нету жены, у меня нету дочери. Все, что у меня осталось, это сын где-то за границей. Ну, хотя бы о нем можно не беспокоиться. Так, давайте нас там просили за вот этим товарищем приглядеть. Так, этот товарищ... Что ты делаешь? Делает агитационные плакаты. А как мне надо за ним приглядеть? Ну, я теперь знаю, что он делает агитационные плакаты. Это нормально. Я его как бы могу сдать за этим занятием. Но я типа вроде как намерен помогать тем, кто борется против режима. Поэтому этого парня мы выдавать не будем. Так, что там, врага и Лео Гвиздик. Так, заказание похоронных услуг. Да, жену, конечно, надо похоронить. Проследить за Антоном Грубицем. Ну, я узнал, что он делает плакаты. Что еще надо сделать? Так, я его не вижу. Ты здесь, товарищ? Это ты, да? А, погоди. Тебя мне надо убедить про рога и копыта там. Ну-ка, погоди, погоди. Давай поговорим. Спросить, что ему нужно. Вы что-то хотели? Хотел с вами посоветоваться, Карл. Дело в том, что я в растерянности. Сегодня я получил деньги, не уверен. Погоди, мы же с тобой уже об этом говорили. Я вроде как продолжил игру. А, погодите, я вспоминаю. Там, когда я выходил, видать, ну, как бы там сохраняется в какие-то контрольные точки. Я, может быть, не попал, поэтому приходится сейчас заново. На что мне потратить? Ну, конечно же, на рога и копыта. На развитие крупнорогатого скота. Вы же знаете. В холодец. Да, они хотят сделать холодец национальным блюдом. Вы уверены? Подтвердить. 500 авторитета, чтобы его убедить. Мы его убедим. Да, я абсолютно уверен в этом. Холодец еще прославит нашу национальную кухню. Мы просто убедили парня вложить деньги в фирму-однодневку. Я не знаю, чем это все закончится. Вообще, мне кто-то из подписчиков писал, что я, типа, понял смысл этой игры. Чем жаднее, тем хуже. Типа, что, когда ты обычно жадничаешь, то обычно все плохо заканчивается. Не знаю, проверим, так это или нет. Мне кажется, тут это должно быть не всегда так. Так, давайте еще прикупим себе. Ну, вот так, наверное, 4 камеры, допустим. Чтобы нам было... Мы вообще сейчас удобно проследим за этой комнатой. Так, а наш товарищ съезжает. Это тот, который вложился в фирму-однодневку, да? Ну, все, он свою цель, наверное, выполнил. Может быть, он нам больше и не нужен. Главное, что его деньги теперь там, где надо. А я должен, буду, наверное, получить с этого неплохой процент. Если он, конечно, меня... Ну, он вроде такой тюфяк и говорить со мной не хочет. Че не хочешь со мной говорить? Ты, типа, занят отъездом или ты просто не хочешь со мной говорить? Может, ты уже прогорел и мною дико недоволен? Так, ну ладно, у нас только одно задание. Проследить за... Товарищем... Грубецем. Собственно говоря, он где-то на работе. Давай ты, товарищ. Что? Давай поговорим о войне. Вы хотите на фронт? Да. А с чем связано это желание? Хотите защищать родину или стать героем? Просто хочу убивать людей. И чтобы мне за это ничего не было. Война лучшее, что можно себе придумать. Чертов отец. Да-да-да. Ты нам это все уже рассказывал. Я это все знаю. Так, что у нас здесь? Квартира номер три. Везде носит с собой трость. Челюсть сжата. Словно он готов к нападению. Надо... Надо бы составить на него небольшое досье. Ну, заработать. Хотя, это такие сущие копейки. Ну, как, не досье, а как... Да, по-моему, досье. Или рапорт. Характеристика, да, это называется. То есть, это гражданин... Как тебя зовут? Гражданин, гражданин. Анджей. Кто-то мне говорил, ставить на паузу, когда составляешь характеристику. Но ведь этого никак нельзя сделать. Видите? Я вот здесь на паузу не могу нажать. Могу только здесь нажать. Но если я жму на паузу, то я не могу ничего делать, составлять характеристику. Поэтому этот совет чей-то, он абсолютно бессмысленен. Так, ну ладно. Короче, нас оторвали. Точнее, кто нас оторвал? Я сам себе оторвал. Короче, нам нужен Анджей Ротхар. Проживает он в квартире номер 3. Ну, это, конечно же, мужчина. Так, семейное положение. Так, я вижу, что он безработный. А семейное положение... Ну, он вроде один доходит. Так что проживает один. Вот, знайте о нем, что он любит убивать. Так, отлично. Две соточки заработали. Ну, не знаю, как отлично, не отлично. Две сотни, это на самом деле, ну что, это копейки. Так, ты у нас, товарищ. С тобой просили проследить. Поговорить о войне, поговорить о погоде. Давайте поговорим про все, может, что-то узнаем. Вам нравится ваша работа? Безусловно. Охранять книги от людей. Что может быть лучше? Но в детской библиотеке я бы не смогла проработать ни дня. К сожалению, общество снова забыло, что лучшее наказание для непослушного сорванца, который портит книги, это Порко. У вас довольно жесткий подход к воспитанию. У вас есть дети? Нет, Карл, у меня нет детей. Дети противоречат всему, что я люблю, тишине и порядку. Рассказать, что портил библиотечные книги? Ну, давайте попробуем. А я ведь, Марта... Маргарет, частенько в детстве портил книги, да и в старшем возрасте тоже. Вы серьезно, Карл? Да, помню, как вырывал страницы из каких-то напыщенных мемуаров. Я специально выбрал статью, уже не помню о чем. Что? Это были вы за вырванные страницы из воспоминаний о великом вожде? Мне дали такую статью, что... Семь лет! Семь лет в лагерях, Карл! И все из-за вас? Блин, что-то, по-моему, как-то плохо все заканчивается. И мне кажется, если я пошучу, это может закончиться и еще хуже. Зря я что-то, знаете, ну, как бы... Ладно, давайте попробуем, может быть, пошутить. Это значит, что, типа, я пошутил? Ну, что тут можно сказать? Ваша жизнь была прожита не напрасно, хоть и зря. Знаете, почему мы никак не можем выиграть эту войну, Карл? Потому что нас подводит психология осажденной крепости. Мы все ждем нападения извне, а настоящие враги, вот они, прямо здесь, под нашим носом. Больше вы не разрушите ничьей жизни, негодяй. Блин, что-то, по-моему... Она меня сейчас, блин, убьет. Она сейчас призовет патруль за мной. Ха-ха-ха! Ха-ха! Не, ну это было так глупо. Блин, у нее... Че, у нее с собой трубка с дротиком? Ну ты даешь. В день похорон Карла шел проливной дождь, когда дешевый сосновый гроб засыпали мокрыми комьями земли, выглянуло мутное осеннее солнце. Знаете, тут как бы вот это сказать... Это не та игра, где можно ради прикола выбирать прикольные ветви диалога. Вот чему нас учит вот эта смерть. Потому что здесь надо... Кладбище затягивало туманом. Надо как в жизни. Надо, в общем, серьезно относиться ко всему. Никому из семьи Карла Штейна не было суждено дожить до конца этого года. Но благо у нас в игре есть такая возможность загрузить с последнего сохраненного места. То есть вот с последнего, так сказать, чекпоинта, с последнего выполненного задания. Так, вот мы снова здесь. Не знаю, что я там... А, это, смотрите, это было еще до того, как я этого отправил. Рога и копыта. С тобой, чем мы не поговорим? Давай, я хочу снова с тобой наладить диалог. Познакомиться, так сказать. Да-да-да, я знаю, что ты отличный библиотекарь. А давай поговорим о погоде. Так, погоди, мы еще с тобой не закончили. Давай поговорим о войне. Вы следите за новостями с фронта? О нет, я берегу свои нервы. Эти дураки не умеют воевать. На их месте я бы давно стерла всех врагов с лица земли. Вам не кажется, что это слишком жестоко? Не говорите чепухи, Карл Штейн. Вся история человечества – одно сплошное убийство. Или вы плохо учились? Приходите в мою библиотеку. Я выдам вам учебники по истории войн. Так, погоди, давай еще поговорим про работу в библиотеке. Только на этот раз я точно знаю одно, что рассказывать, что я портил книги, явно не стоит. Так, ну ладно, что у нас здесь? У нас здесь послание. Три-к-тык-тык-тык-тык. Сын, в общем, у него все в порядке. А по телефону на обороте мы звонить не будем. Так, теперь, что там у нас? Товарищ, товарищ Рога и Копыта, ты, да, у тебя много денег? Спросим, что тебе надо. И убедим тебя вложить деньги в развитие крупно-рогатого скота. Да-да-да. Весь мой авторитет уйдет на то, чтобы убедить тебя в этом. Так. Ты любишь убивать. Это мы знаем. Блин, все равно приходится, да, вот возвращаться назад. Мы уже на него и характеристику составили. Так, ну давайте пока там все заняты. Но он же вот внизу, да? А, нет, этот, этот дома. Ладно, мы к нему позже установим видеокамеры. Пока что тогда составим характеристику на вот этого товарища. На которого уже делали характеристику. Так, составим характеристику на Анжея Ротхара, проживающего в квартире номер 3, полумужское семейное положение. Проживает один, профессия безработный. По-моему, ничего не спутал. Безработный, Ротхар, квартира номер 3, да? Ну, короче, вот, еще по квартире сомневаюсь, но, по-моему, третья. Третья, да. Отлично. У меня там еще, наверное, есть какие-то люди, которые, о которых я что-то могу знать. Слушай, я ничего не знаю о своих соседах. Я очень плохо выполняю свои обязанности Саглядатова. Потому что... Блин, моя жена, я совсем забыл, что... Она, она была жива, да? Черт побери. Она просит принести ей радио. Мне кажется, уже маленько поздно. Если бы я принес ей радио... Она была бы жива. Но я не буду сейчас загружаться. Или буду? Давайте, ребят, я все-таки загружусь и при... Блин. И принесу ей радио. А там поди не ночь на дворе, когда я загружусь, и этого продавца радио не будет. Ладно, ладно. Мне кажется, радио не спасет мою жену. Мне кажется, тут дело в чем-то в другом. Как бы то ни было, ребята, Анна умерла. Ее больше нет. Но почему-то второй раз это переживается гораздо проще. Я уже как-то... Я уже вроде как потерял свою жену. А тут хлоп, она опять умирает. Я такой, да вы издеваетесь, Вольжа только что умирала. Сколько можно умирать? Так, кстати, наш товарищ Рога и Копыта съехал. Есть ли нам кого заселить в его квартиру? Равена Петраки. Да, давай, конечно, заезжай. Равена. Перед тем, как ты заедешь, тебе же еще там приехать надо. Пока ты еще не здесь. Я куплю... Пускай у нас будет 4 туда, направо и 2 сюда. Короче, 6 камер мне в итоге понадобится. Одну поставим здесь. Она еще пока только готовится заехать, а мы уже готовимся к ее приходу. И одну сюда. Так, сейчас она поднимется. Давай, 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 ставь камеру и убегай отсюда. Рви когти. Блин, рви когти. Да, да, да. Оплатим похороны. Здравствуйте, соседка. Такая, кажется, приятная женщина с сумочкой. Так, ну ладно, пока у нас тут женщина с сумочкой. У нас тут еще один сосед ушел справа. Это как раз хороший повод здесь тоже расставить. Я даже думаю, полностью заставим всю комнату ему, все 4 камеры, потому что у нас как раз задание проследить за этим соседом. Так, сразу в подвал поглядывать, когда он пойдет домой. Он, кажется, уже идет к выходу. Куда? Он сейчас либо на работу, либо сюда на этаж. Четвертую камеру не успею поставить. А нет, он на первый этаж вышел, значит, он на работу идет. Значит, мы можем спокойно пойти и установить еще одну камеру. Пожалуй, что мы даже можем осмотреться в его апартаментах. Может быть, что-то о нем узнаем. Так, женщина, хочу с тобой поговорить. Наш новый жилец. Я Карл, управляющий этим домом. Я Равена Петраки. Наконец-то я нашла подходящую квартиру недалеко от завода. Я работаю на конвейере и очень сильно устаю. На дорогу до дому совсем не остается сил. Надеюсь, вам понравится. Я тоже. Скажите, а пожарная сигнализация в квартире рабочая? Отменно работает. Я постоянно проверяю датчики. А почему вы спрашиваете? Я работаю на заводе и мне нравится собирать разные механизмы. Не пугайтесь, если запахнет припоем. Спасибо, что предупредили. Так, давайте сразу так. О погоде. Солнце на этой неделе. Та-та-та. Скоро похолодает. Ненавижу осень. Из-за погоды? Нет. Из-за мигрени. А давайте о работе. У вас необычная работа. Оператор конвейера. Чем вы занимаетесь? Я собираю двигатели бытовых приборов. Вы, наверное, думаете, что это не женская работа. Однако на заводе очень много женщин. Мы проводим конкурсы на сборку устройств. На стиральных машинах рекорд установила именно женщина. Как интересно. А супы на скорость вы не варите? Очень смешно, Карл. Мужской юмор. Если бы государством управляли кухарки, они бы уж точно не оставили народ голодным. Между прочим, начальник смены у нас тоже женщина. Она даже подумывает пойти в политику. В отличие от мужчин-политиков, которые просто неприятны, политики женщины просто отвратительны. И это еще почему. Потому что в нашей стране они, как и Санта-Клаус, персонажи вымышленные. Ваши взгляды на женщин настолько широкие, что не лезут ни в какие ворота. А от вашего мужского шовинизма у меня снова болит голова. Болит голова? Как это типично. Пойдите прочь, Карл. Блин, а с чего мне было с ней вот так ссориться, Карл? Я бы мог сам выбрать линию диалога. Зачем ты так сразу на женщину наезжаешь? В общем, все, о чем можно поговорить с этой женщиной, мы поговорили. Так, ну что? Нас тут прервали. Точнее, опять же, я сам себя прервал, но мы тут хотели осмотреть комнату вот этого парня. Слушай, да у него спартанские условия, вообще ничего нету. Приезжал автобус, но я не вижу, чтобы кто-то приехал. Так, что это? Распоряжение. Тут напечатано, что грубец должен явиться для разговора в бар. Старший брат бумага, как на моих бланках. Взгляд в упор и легкий пришер выдают уверенность в своей неуязвимости. Он работает на правительство, тут говорят. А я думал, наоборот, против правительства. Так, проследить за Антоном. Я еще помню, мы еще не видели, да, по-моему, это было до того, как я загрузился, что он печатает агит-плакаты. Спросить про прошлое место жительства. Так, откуда вы приехали? Какая разница, откуда я приехал? Важно то, где я сейчас. Мне очень нравится этот город. Не так много людей, как в столице, и все заняты делом. А вам нравится город? Да, конечно. Вот видите, у нас с вами много общего. Да, наверное. Знаете, если честно, мне не очень нравится этот город, так что у нас с тобой, наверное, ничего нет общего. И выглядит она, как я не знаю, похоже на швабру какую-то. Такое ощущение, как будто ее можно схватить за ноги и мыть ей полы. У нее такая голова, как мочалка. Мы абсолютно не знаем, что творится в этой комнате. Надо бы потратить немного своего авторитета и установить хотя бы парочку видеокамер. Кто здесь? Ты живешь? Я спрашиваю, ты здесь живешь или ты налево? Я уже не помню, кого куда селил. Там у нас, наверное, вот он живет. Но он идет пить молоко на кухне. Это хорошо, значит, у нас есть какое-то время войти в комнату. Так, купим парочку таких камер. А то как-то нехорошо, что у нас обзор неполный. Так, у нас получена новая корреспонденция. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь. Из-за недавнего инцидента, та-та-та, министерство выпустило приказ о закрытии. Так, я на месте. Идея с билетами оказалась отличной. Ты же мне уже вроде списал, сынок. Я вроде все это читал. Та-та-та. О закрытии данного учебного заведения. Все сотрудники отправлены в неотплаченные отпуска. Студенты частично будут направлены в полевые лагеря, частично на фронт. Товарищи, мы скорбим о таком чудовищном решении. Да. Авторитеты у меня... Можно было бы сейчас поставить еще, допустим, одну камеру здесь. Но у меня 400 авторитетов. Если что-то случится, мы же заметили уже, всякие конфликтные вопросы часто за счет авторитета решаются. Там закинул пятихатку авторитета, и тебя больше не хотят убить или посадить, или еще что-то. Так что лучше авторитет пока что оставлять на всякий случай. Так, нет, игру я не прошел. Могу я еще кому-нибудь позвонить? Я даже не знаю, что мне сейчас делать. У меня даже заданий толком нету. Все, что мне нужно, все, что... Единственное, что от меня требуется, это следить вот за этим парнем. Который тут мерно, тихо, спокойно спит. Заселили, блин, все комнаты, а делать вообще нечего. Ну, хотя, можно там, конечно. Обыски всякие устраивать, от нефиг делать. Чтобы узнать что-то новое о соседах. Вот здесь, например. Что-то у нас где сосед по ночам шляется. Почему он не ночует ночью дома? Здесь же кто-то живет. Работает по ночам. Так, погоди, погоди. Стой, 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 стой. Беги в коридор. Вот это, кажется, наша библиотека, что здесь живет. Слава богу, мы успели. Да, она опасная женщина, мы уже знаем. У нее есть с собой бамбуковая, это, дуда с дротиками. Это он грубец, очень приятно. От наших общих друзей я слышал, что вы один из лучших специалистов по печатному делу. Кажется, вы что-то путаете. Не думаю, что у нас есть общие друзья. Ах, ну конечно, конспирации и все такое, извините за беспокойство. Не понимаю, о чем вы. Давай еще поговорим. Поговорить про важные задания. Проговорить про работу на правительство. Спросить про новое завтра. Блин. А мне охота сохраниться. Вообще тут игра, по-моему, не предполагает возможности просто так сохраниться. То есть ты можешь вернуться, откатить назад, там, к последнему выполненному. Он работает на правительство. Да, мы собрали о нем улики. И так, как тебя зовут? Это ты. Квартира номер 6. Работает на правительство. Делает агитационные провокаты. А что такое новое завтра? Давайте спросим. Расскажите про движение, в котором вы состоите. Каковы его цели и задачи? Вы бредите. Никакого движения нет. Моя главная задача – хорошо питаться и выполнять план по работе. И вы мешаете мне выполнять эти задачи. Так, погоди. Давай поговорим с тобой про работу на правительство. Вы работаете на правительство. Конечно, я работаю на правительство. Все граждане этой страны работают на благо нашего великого государства. И я говорю совсем другое. Вы обманываете Дантона и его организацию. Отстаньте, Карл. Я простой механик. В печатном цехе, если тут что-то и происходит, то это не вашего умодела. А если вы что-то нашли, это означает, что вы же это и подбросили. Оставьте меня в покое. Какое у вас задание? О чем вы? Я здесь временно. Через несколько дней я переселяюсь в общежитие класса Б. А что насчет листово, которые вы должны напечатать? Ах, это... Это всего лишь небольшая работа, которую я взял на дом. Не обращайте внимания. Она никаким образом не помешает жильцам. Короче, я уже не знаю, что делать. Просто у нас есть задание следить за ним. Мы уже нашли у него доказательства того, что он... Как, судя по всему, работает... Двойной агент. Он работает вроде как и на подполье, и на правительство. Я не знаю. Я не знаю, что делать-то вообще. Опять свои плакатики агитационные. Строчит. Мне уже, если честно, я даже не знаю, есть у меня там на кого-нибудь из жильцов компромат или нет. Но я поэтому сейчас поглядываю. Но, если честно, мне даже уже жильцов неохота сдавать. Потому что часто бывает в этой игре, что ты, как бы, это... Жилец там, ну, если он куда-то уезжает или еще что-то, как-то пропадает. А он был, оказывается, необходим для прохождения какого-нибудь того или иного квеста. Поэтому иногда опасно расставаться с жильцами. В этой квартире вообще ничего нет. Я, по-моему, кто-то говорил, что чем больше я помогаю жильцам, ну, там, если я кому-то помогаю, то он мне больше начинает доверять. И чем он больше мне доверяет, тем больше вероятность того, что они оставят в своей квартире какие-то вещи, улики и прочее на виду. Там какие-то дорогие побрякушки. Ну, а если там их ограбить или сделать что-то, ну, допустим, плохое для них, то они... уровень доверия теряется и вещи оставляются в квартире меньше. Вот, похоже, жилец пятой квартиры, наверное, первый тоже, мне не особо доверяют. Потому что у них я ничего особо не вижу. Так, ладно, ребят, наше видео маленько затягивается, поэтому давайте прервемся, а продолжим в следующей серии. На этом у меня все. С вами был 11101. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok